Здравствуйте, мои дорогие! И сейчас хотела бы сделать обзор на ноябрьскую коробочку Glambox. Да, она мне пришла, наконец-то, ура-ура! Как обычно, стандартная коробочка, внутри описание. В этот раз было у нас 4-5-6 продуктов, и выглядели они примерно вот так. Половина у меня, конечно, уже разобрана, они не в коробочках лежат. Ну, просто покажу, что они были в коробочках. Вот, значит, так, сейчас я разложусь. Крышечку в сторону. Ну, начнем по порядку, собственно. Значит, первое, многофункциональное сухое масло для лица, тела и волос NUX. Если я правильно читаю, вот оно первое. Что это? Оно, значит, выглядит вот так вот. Первый раз, когда я открыла коробочку, я смотрю и думаю, это лак для ногтей. Ищу вот здесь лак для ногтей в описании. Думаю, где же лак? Не похоже. Потом смотрю по коробочке, по бутылочке. Смотрю, что это, оказывается, масло. Оно очень такой жидкой консистенции, просто как вода. И в нем очень много-много рыжих таких вот блесток. Такого прям, даже не шиммера, а именно блесток. Вот, то есть она, видите, она очень легко переваривается в пузырьке. Внутри оно не с кисточкой, просто крышка. И как бы вот... Вот такое оно просто сразу течет. И если на кожу наносить, оно сначала немножко дает рыжину. Такое оно очень интересное. Но потом, когда размазываешь, пахнет оно, конечно, не очень. Когда размазываешь, просто идет увлажнение, и небольшие блестки на коже существуют. Увлажнение такое, скажем, сухое увлажнение. Такая немножко сухость вот для меня как бы появляется. Как бы оно увлажняет, ну как вот я не знаю, как объяснить. Оно увлажняет, но в то же время оно вот как-то сухо это все выглядит. Ну вот масло, оно с таким как будто глицерином внутри. Что это? Масло моментально питает, восстанавливает и защищает кожу благодаря 30% концентрату эфирных растительных масел. Фундук, макадамия, огуречник, зверобой, ромашка, сладкий миндаль и витамину Е. Кожа приобретает мягкость и шелковистость. Волосы приобретают здоровый вид и естественное сияние. Он для лица, тела и волос. Но я пробовала только на тело. Как использовать? Используйте круглый год, зимой и лето. Наносите на лицо, тело и волосы. Можно добавить немного в ванну для мягкости и шелковистой кожи. 100 мл, 1800 рублей. В ванну не добавляла, на волосы не пробовала, на лицо боюсь, на тело пробовала. На руки, на ноги. Ну, что можно сказать? Ну, какой-то доля увлажнения, конечно, присутствует. Но, чтобы прям вот зафанатеть этим маслом, даже вот уже и блестки пропали. Собственно, ну, не знаю, не впечатлила супер как. Буду, конечно, пользоваться. Интересная, просто мне никогда такой не было, с консистенцией текстуры такой. Что оно очень жидкое. Ну, собственно, вот такое мнение. Дальше был 4 вот этих... И вот если только вчитываться, тогда уже понимаешь, что какой крем вообще означает. Потому что тут не разграничено. Тут первое, вот, например, написано. Крем пилинг с энзимосферидами способствует удалению загрязнений, избытков кожного сала, токсинов, черных угрей, мертвевших клеток. Нанести на 2 минуты, смойте водой, нанесите тоник. Один-два раза в неделю. И стоит оно 50 мл в 1440. Что из них что, невозможно понять. Что из них, какой вот этот продукт. Потому что он не описан. То есть методом уже чтения, изучения французского словаря и прочих всех этих... Прогугливания этих вещей уже понимают, что из них что. Дальше второе. Эволютивный крем для кожи вокруг глаз с ультрафиолетовым фильтром. Опять непонятно, что из них, какой тюбик из них является этим кремом. Я так подозреваю, что это... Сейчас. Вот, по-моему, это вот этот. Я их целенаправленно вот так, как написано. Я их точно не опробовала, потому что как-то, ну не знаю, меня вот это описание смутило. Крем RS2 Care Cream. Целебным экстрактом, который оказывает заживляющее действие, снимает раздражение и чувствительность. Ну вот это единственное понятно, потому что тут написано RS2 вот на этом розовом. Это понятно, что это он. Вот. И дальше совершенствующий, ну методом исключения уже понимаю, что это. Совершенствующий крем с морским коллагеном насыщает кожу питательными активными веществами. Поначалу, не разобравшись в этом всем, я взяла, бухнула на лицо. Думала, что это вот этот, в общем, что-то типа крема пилинга. Я думала, что это крем пилинг, бухнула на лицо крем. То есть, как бы, вот я не разобралась, и вот меня, конечно, убило. Может быть и хорошая марка, но я из-за этого неточного описания не воспользовалась половиной из этого всего. И даже когда воспользовалась, воспользовалась не тем. Поэтому, как бы, вот такая я вот, тупик у меня такой возник. Так что вот такие кремчики, не могу сказать о них что-то хорошее или плохое. Как-то не впечатлило. Дальше. Вода очищающая для лица и контура глаз лиерак. Вот она, я ее вот так уже использовала. Это прошла, наверное, неделька. Пользовалась я, в принципе, каждый день. Сразу могу сказать, что очень понравилась. Очень мне, как бы, нравится. Хорошая вещь. Очищает кожу лица на все 100%. Пахнет, ну, специфически каким-то, в общем, лекарственным средством. Очищает хорошо. С глаз косметику смывает на ура. Не говоря уже о том, что на лице. И самое главное, что после нее нет чувства стянутости, сухости. Что хочется помыть лицо после нее. То есть после нее такое вот увлажненное, спокойное лицо, глаза. И как будто вот вы только что умылись, там свои крема нанесли. Все это у вас хорошая такая чистая кожа. Ну, как бы вот она увлажненная. То есть просто вот очистить ею лицо и уже вот этот эффект. То есть ничего не надо мыть там, скрабить, еще что-то. Просто вот хорошее такое приятное ощущение на лице. Это очень, на самом деле, важно для вот таких подобных смывок. Потому что обычно после них хочется пойти умыться, окончательно что-то досмыть. После нее идти умываться совершенно не хочется. Очень, очень здоровская вещь. Что написано о ней? Вода для маркового очищения кожи, в том числе хрупкой кожи, контура глаз. Придает ощущение свежести и комфорта. Не содержит спирта. Содержит натуральный защитный комплекс Эко-скин. Цветочный мед, пребиотики, детоксиканты, экстракты цветов льна. Защищает сосуды и выводит токсины. И мальвы. Смягчает, раздражает кожу. Витамин В5 способствует росту ресниц. Как использовать? Нанесите на ватный диск, очистите кожу от загрязнения остатков макияжа. 200 мл 970 рублей. Я, наверное, конечно, не буду ее приобретать, потому что слишком такая какая-то для меня она дороговата. И, в принципе, используется она достаточно быстро. Но вот кто не скупится на средства для очищения, то есть у меня есть, в принципе, аналог этой. Конечно, немножко похуже. Вот Гриньер мой, уход для кожи вокруг глаз. Но бывает я ее и лицо смываю. Вот я говорю, кто не скупится, попробуйте. Вот кому, скажем, денег не жалко. Хорошая вещь. Так, дальше. Так, вставляем в сторону. Дальше попалась Лейрак. Сыворотка премиум, сохраняющая молодость кожи. Была она вот в такой вот упаковочке. И что меня безумно порадовало, она была с пипеткой. Я обожаю все эти штуки с пипетками. Вот так вот она выглядела. Такая готическая сыворотка черного цвета с золотыми надписями. Собственно, вот эта пипетка. Вот так вот она выглядит. Очень мне понравилось, как она выдавливается. Все. Ну, запах приятный, но тоже как бы такой на любителя, в принципе. Очень нежная текстура. Очень легкая. Просто невероятно. Одной капли хватает, чтобы чуть ли не на все лицо нанести. Пахнет, ну, специфически вкусно, но специфически. Увлажняет хорошо. Но опять же, мне кажется, что в ней какой-то глицерин присутствует, что ли. Я не знаю. Мне вот почему-то на многие вот крема, сыворотки кажется, что туда какой-то глицерин входит. Потому что вот такое ощущение. Но в целом она увлажняет хорошо, быстро впитывается, не оставляет жирных следов. У меня она до конца впитывалась. И целый день я с ней ходила. Ничего она не жирнилась, ничего с ней не происходило. Шелушения она никакие не выявляла. То есть, в целом, хорошая вот такая сыворотка. Что о ней написано? Сыворотка с восхитительной тающей текстурой. Ну, это правда, да. Реактивирует синтез энзима долголетия, способного восстанавливать поврежденную ДНК. И стимулировать активную клеточную регенерацию, продлевая молодость клеток. Возрожденная и защищенная кожа надолго сохраняет молодость и сияние. Как использовать? Нанесите на очищенную кожу лица утром-вечером перед основным средством ухода. Или как самостоятельное средство. 30 мл в 4,950. Конечно, да, цена. Но зато это Ильи Рак, которая очень хорошая фирма. Поэтому, в принципе, мне понравилась. Я не знаю, что она там, коллагены, коллагены восстановления клеток осуществила или нет. Я, в принципе, как бы не особо... У меня уже такая поврежденная кожа и такая стареющая, скажем так. То есть, в принципе, у меня с этим все нормально. Но, в целом, она мне понравилась, как увлажняет. Для меня это фактор номер один. Увлажнение из кремов. Дальше попалась ванитаз. У меня сразу, ну, естественно, я... У кого что болит, тот о том и говорит, конечно. У меня ванитаз ассоциируется с унитазом. Но это слово переводится как тщеславие. И, собственно, конечно, аромат Версачи в такой вот коробочке был. Вот, собственно, миниатюра этого продукта. Запах мне... Ой, не убивайте любителей Версачи, но мне напомнил ароматизатор в туалете. Это, конечно, печально, потому что я ожидала, что Версачи я люблю. У меня несколько духов было от Версачи, но этот... Не знаю. Вот как унитаз для меня слышится, так для унитаза и кажется. Не знаю. Я очень, в принципе, расстроилась, конечно, что не очень понравился. Что это? Новый аромат, продолжающий историю ванитаз... Ванитаз... Слово, описывающего сущность стиля Версачи с самого основания дня моды. Ой, дфу, дома моды. Столкновение тщеславия и красоты отражается в великолепном аромате, навеянном изысканными белыми цветами. Туалетная вода носит новое элегантное платье, заключенное в прекрасный ларец. Прозрачный флакон асимметричной формы просто роскошен. Верхние ноты лепестки роз и фрезии. Средние ноты цветок тиары и асмантус. Базовые ноты черный чар и кедр. 30 мл, 2,100. Ну, это опять-таки, где как, я не знаю, может быть, у Версачи дешевле, ну, где-то дороже. В общем, средняя цена вот такая, вот, я так понимаю. Ну, вот это тоже уже я не могу сказать на любителя, мне не понравился. Какой-то он слишком, хоть он и осенний, но вот у него какие-то ноты присутствуют, которые мне совершенно не подошли, не нравятся. Может быть, отдам маме. Так, следующее, последнее средство. Lancome интенсивный уход-корректор Visa Nail. Был он тоже в такой вот коробочке. Такой вот коробочке, такой маленький тюбик. Исход разрасходовалось у меня где-то, наверное, половина. Слышала о нем очень много позитивных отзывов. Очень людям нравится. Посмотрим, что описано здесь. Секрет силы Visa Nail. Пардон. Уникальная молекула RE2412 защищена 20 патентами. Получена из жасминовой кислоты, стимулирующей заживление и восстановление тканей. Молекула проникает во все слои кожи, где запускают процессы восстановления. Рельеф кожи восстанавливается, выравнивается, морщины разглаживаются, поры сужаются, пигментные пятна и следы от окна становятся менее заметны. Простите, пожалуйста, я потому что до сих пор вылечиться уже не могу. Из-за этого у меня проблемы вообще дальше пошли. Так. Как использовать? Утром-вечером наносить на очищенную кожу перед основным уходом. 30 мл. 3775 рублей. Она очень такого цвета интересного. То есть она очень жидкая. Опять-таки, ну не такая жидкая, как лейрак и вот это масло. Вот это странное. Она немножко, конечно, погуще. И в ней присутствуют такие розовый микроскопический шиммер. То есть она розовым таким перламутром отливает. На свете, если рассмотреть, она, вот есть в ней какие-то микроскопические частицы, но они не, их не видно, как вот на лице. Как, например, от вот этого основного ухода от Евы. В прошлой коробочке я рассказывала про него. Мне это попался, потому что клоранс там, кремчик такой с шиммером немножко. Пахнет тоже. Все продукты пахнут, с одной стороны, как-то из одной серии специфически. Вот лично для меня. Но вот что. Кожа как бы преображается, немножко начинает блестеть. Ну, не жирным блеском, а вот немножко, скажем, переливается, так, здоровьем, наверное. Вот так можно сказать. В целом, хорошая вещь. Увлажнило мне лицо. Потому что сейчас осень, оно у меня начинает ужасно сохнуть. Это как бы классика жамра. Что-то, конечно, супер какого-то эффекта. Это надо попользоваться этой вещью. Этого тюбика, естественно, не хватит на месяц использования. Поэтому не могу сказать, что она кроме увлажнения делает. Но в целом мне понравилось. Если кому-то вот нужно увлажнение, и вот можно почитать, что это. Что она тут восстанавливает, рельеф кожи выравнивается, морщины разглаживаются. Я думаю, стоит посмотреть и, возможно, даже приобрести. И немножко от авторов. Привет, эта коробочка полна золотом, роскошью и тщеславием. Собственно, вот этим ванитазом. У вашей кожи не бывает стресса сильнее, чем в конце осени, когда одновременно ударяют морозы и включают отопление. В общем, тут суть в том, что очень мне нравится вот это описание. Оно всегда такое девчачье, милое, приятное. И так греет на самом деле. Что тут собрано 4 бестселлера. Причем 4 из 6 продуктов в коробочке зимние бестселлеры марок. Ну а гвоздь нашей программы новый золотой аромат Венитас. Что с латыни приводится как тщеславие. В общем, желают нам в этом месяце удовлетворить свое тщеславие в полной мере. Оставаться красавицей и блистать в обществе и роскошно выглядеть, независимо от погоды. Что и вам, собственно, желаю. Не грустите, что вокруг все становится серо, что природа засыпает, и мы вместе с ней засыпаем. Бодримся, сидим вечером с подружками или с любимым кафе, пьем глинтвейн. И вспоминаем приятные моменты своей жизни. Собственно, на этом обзор заканчивается. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, если понравилось. Всем пока-пока.